Продолжение следует... Я уже много раз говорил на процессуальные темы, на темы о процедуре привлечения налогоплательщика к ответственности. И, в общем, понимаю, что мне все время задают один и тот же вопрос. Вот, смотрите, налоговый орган нарушил сроки проведения выездной налоговой проверки. Вот, смотрите, налоговый орган допустил нарушение, связанное с тем, что он не ознакомил нас с материалами выездной налоговой проверки. Вот, смотрите, налоговый орган допросил налогоплательщика без предупреждения его об ответственности. Вот, смотрите, ну и так далее. Там целая череда вопросов, связанных с тем, что налоговый орган нарушил те или иные нормы права, нормы налогового кодекса. И налогоплательщик в этом случае полагает, что он может обжаловать эти действия, и только по процедурным моментам это решение привлечения налогоплательщика к ответственности может быть признано недействительным. Я вам даже больше скажу, в моей практике, ну вот прям совсем, буквально совсем свежее, вот такой вот опыт мною приобретенный, да, значит, налоговый орган проводил выездную налоговую проверку, и вот мы написали возражение на акт выездной налоговой проверки. Мы пришли в налоговый орган на рассмотрение наших возражений, мы порассматривали все, налоговый орган удалился на решение. И когда мы получили решение о привлечении налогоплательщика к ответственности, налогоплательщику, да, начислили налоги, там, пение и штрафы, то я с удивлением обнаружил, что вот то, что было отражено в акте, по каким нормам и правилам, и по каким событиям привлекали, ну, или хотели, ну, акт, это же такой вот промежуточный акт налогового органа, извините за это. И в качестве проекта говорится о том, по какой статье и какая штрафная санкция будет к нему применена, да. А когда мы получили решение уже, которое вынес вот начальник инспекции Федеральной налоговой службы, то мы очень удивились. То есть мы возражали по одним моментам, мы писали возражение по другим моментам, мы говорили о третьих моментах. И когда, и получая решение, мы вдруг увидим, что, а вообще тема-то четвертая. То есть начальник инспекции Федеральной налоговой службы вынес решение по совсем другим фактам и основаниям. То есть не по тому, что было написано в акте выездной налоговой проверки, не по тем обвинениям предъявленным, которые нам предъявили налоговые инспектора вот в этом вот акте, да. А взял за основу третий, четвертый там уже событие. Мы, так сказать, этому очень удивились. Фактически было нарушено наше право на защиту. То есть мы же не знали, что нам предъявляют именно вот такую претензию. По четвертым обстоятельствам мы про это даже не догадывались. Потому что в акте выездной налоговой проверки ничего про это не говорилось. И вдруг, когда мы получаем решение, то в решении написано совсем другое. Ну, мы, так сказать, вообще очень сильно даже обрадовались. Ну, я обрадовался. И я подумал, что, ну, очень даже хорошо. Фактически налоговый орган допустил нарушение наших прав. То есть нас привлекли по тем обстоятельствам, о которых мы не знали. Нас привлекли к ответственности по тем обстоятельствам, о которых мы не говорили. То есть нарушили наше право на нашу защиту. И, в общем-то, я подумал, что, ну, в общем-то, даже хорошо. Мы сможем это легко отбить. Потому что, ну, действительно, ну, грубое, но вопиющее нарушение наших прав. Причем это процедурное нарушение. Ну, дальше мы пошли в суд. Вот, приходим в суд. И я, в общем-то, заявляю, что, уважаемый суд, грубо нарушены правила. Вот статья там сотая. Статья 101 Налогового кодекса Российской Федерации. Вот нарушены наши права. Нас обвинили в том, собственно говоря, чего мы не знали. Мы не смогли аргументировать, мы не смогли донести до... Мы не смогли принести документы, которые бы говорили об обратном. То есть нарушено наше право знать, в чем мы обвиняемся. Ну, вот, заходим в суд. Я вот эту пламенную речь произношу, что вот, уважаемый суд, нарушена процедура, нарушено наше право знать, наше право на защиту и наше право знать, в чем мы обвиняемся. И что вы думаете? Суд посмотрел на меня и сказал, я вас понимаю, о чем вы говорите. Но, тем не менее, несите документы и обосновывайте, в чем налоговый орган не прав. Я говорю, так здесь только по процедурным моментам. Мы уже можем, так сказать, выйти из судебного процесса, а вы, уважаемый суд, можете принять решение о признании незаконным. Такого решения о привлечении налогоплательщика к ответственности. На что суд второй раз мне повторил. Я вам ясно сказал, представитель налогоплательщика, тащите все документы и все бумаги. Будем разбираться. Ну, вот так суд отреагировал на процедурные моменты. Ну, в общем-то, если говорить, прав или не прав был суд. Ну, с точки зрения меня, как адвоката, да, не прав. А вот с точки зрения права, здесь вот как раз вот есть какой-то, есть другой момент. Давайте с вами обратимся к другим процедурным моментам. Ну, вот, допустим, налоговый орган допускает процедурные нарушения. Вы берете, идете в суд и пытаетесь обжаловать это процедурное решение. Что вы думаете? Суд примет ваше заявление? Да, суд примет ваше заявление. Суд будет его рассматривать и удовлетворит вашу жалобу? Ничуть не бывало. Суд, позиция суда сегодня следующая. Он говорит, ну, возможно, здесь есть процедурные нарушения. Но налоговый кодекс – это же не только процедура, но это еще есть и какое-то материальное наполнение. То есть, доначисление налога, пени, штрафа и так далее. То есть, сама процедура рассмотрения вопросов, связанного с выездной, к примеру, налоговой проверкой – это нечто процедурное и материальное. Это процесс и материальные отношения. Это процесс и тело налога. Это вот единое. И вы сейчас, говорит суд, хотите, вы сейчас, говорит суд, хотите признать вот этот процесс без материи, признать недействительным или нарушающим ваши права и законные интересы. И скажите мне, пожалуйста, говорит суд, да, в чем было нарушение в ваших законных прав и интересах? Ну, вот в чем оно выразилось? Ну, вот налоговый орган допустил нарушение процессуальное. Вышел, допустим, за сроки проведения выездной налоговой проверки. И, спрашивает суд, в чем произошло ваше нарушение? В чем произошло нарушение ваших прав и законных интересов? И получается, как бы, крыть нечем. Я не говорю о той ситуации, когда, к примеру, выемка произошла неверно и так далее. Когда вот есть все равно вот это материальное наполнение. А вот если нарушены вот сроки проведения выездной налоговой проверки, вот как таковые. Или, к примеру, вам не разрешили ознакомиться, допустим, с материалами выездной налоговой проверки. И вы пойдете это обжаловать. И в чем здесь, так сказать, что произошло после того, когда вам не дали ознакомиться с материалами выездной налоговой проверки. Что произошло? Вот когда это что-то произойдет, говорит суд, вот тогда и приходите. А сейчас, когда вам не дали ознакомиться с материалами выездной налоговой проверки, ну и что? Что нарушено? Да ничего не нарушено. Нарушено ваше право на ознакомление. А что, собственно говоря, произошло? В общем, суд, вот ход рассуждений примерно такой у суда. И фактически, если вы придете обжаловать вот такие процедурные моменты, то, в общем-то, из этого ничего не выйдет. Поэтому я говорю своим клиентам, не надо тратить и деньги, и время на то, чтобы обжаловать то, что является с точки зрения суда пустым и ничего не значащим. Понятно, что необходимо добиваться, понятно, что необходимо это все делать, Понятно, что необходимо выстраивать практику и пробовать это обжаловать, но и чисто обжалуя вот эти вот процедурные нарушения, которые допускает налоговый орган, вы не сможете добиться, чтобы акт налогового органа, ну в частности, к примеру, решение налогового органа было признано недействительным. Не получится. И только в совокупности, когда вы докажете суду, что вот они были, процедурные нарушения, и эти процедурные нарушения привели к нарушению вот этих вот норм материальных, да, вот этого материального наполнения, к примеру, вам были доначислены, там, допустим, излишние налоги, вас привлекли к налоговой ответственности, в вашей компании доначислили штраф, то да, тогда вот эти процедурные нарушения в совокупности с материальным наполнением могут привести к незаконности решения, но только, опять же, в части. Всё решение вы не сможете отменить. Ну вот, рассказал вам о том, можно ли вообще, в принципе, обжаловать процедурные нарушения, и как суды реагируют на эти процедурные нарушения, что за этим стоит. На этом у меня всё. Всем удачи и пока. С вами был адвокат Павел Тылик. Продолжение следует...